Экскурсию по родильным доме провели у Могилёве. Родильные залы и палаты показали будущим мамам и татам. Таким чином у городской больницы худкой меддопомоги отзначили тыдень батьковской любови, что проходит в Беларуси. Батьковская любовь, можно сказать, начинается у родильным доме. Это новый этап у житей пары. А экскурсии для будущих мать и тату допомагают сбить страх, что одольвая перед родами. Молодые люди на свои воши могут познайомиться с умовами. После масштабной реконструкции родильный дом городской больницы худкой меддопомоги у Могилёве стал перинатальным центром третьего узровня. У день мать от 14-го Кострышника тут народилась пятера детей. Родительская любовь – это что-то такое необъятное. Не знаю, это не объяснить словами. Это чувство огромного счастья. Безумно заботятся, безумно беспокоятся за деток, за мам. Предлагают различные условия, чтобы облегчить наш путь к рождению ребёнка и после рождения ребёнка. Поэтому огромное спасибо всему медицинскому персоналу. Если вы у меня в сечении, ну, хорошо, всё, прекрасные условия устраивают. Ну, быть мамой – это как? Ну, это счастье. В первую очередь, а? Ну, забота. Самое, самое, что может быть лучшее. Сегодня при центральных районных больницах оптимизуется родильное отделение. Их роль у тебя первый конвоюць – межрайонные центры, а потом областные клиники. Гэта зрушна, у одной мессы квалификованные кадры и обсталявания. У городским роддоме, например, есть помешкание для вертикальных родов, комфортная палата и умовы для партнёрских родов. Мамы и новонародженные отримовывают всю необходимую допомогу. Мы полностью переоснащены. У нас имеется всё необходимое оборудование, которое соответствует перинатальному центру третьего уровня. И город Могилёв, и Могилёвская область едут к нам и едут из других областей. У нас нередко есть Менчане, у нас нередко есть Гомельские пары. Поэтому мы только рады, что у нас наслышаны. Дарыши партнёрских родов, коли будучи тата, знаходятся разом с матью, становится на Могилёвшине всё больше. Гэта сучасная сусветная тенденция. И добра, коли есть умовы для их реализации. Например, палата-кватера для семьи.